Всем привет! Меня зовут Пётр Павленский, и сегодня я расскажу немного вам о политическом искусстве, о том, что мы делаем в России, и постараюсь каким-то образом объяснить контекст, который происходит, и контекст, который инициирует эту деятельность. Я покажу сейчас видео, потом расскажу немного об этой акции, и походу буду показывать фотографии и что-то рассказывать. Сначала я покажу видео, потом я покажу видео, потом и потом я покажу видео, когда я покажу видео. Продолжение следует... 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 Акция «Пусарайд» была сделана в клирикальной учреждении, то есть на территории церкви, то вся конфронтация происходила с темами искусства, религии и столкновения искусства, религии и власти. Для этого была сделана вот эта фраза, на самом деле она долгое время сначала тестировалась, то есть сначала она была придумана и я встречаюсь с разными людьми, там возникало много дискуссий и в России очень много, к сожалению, людей, которые уже находятся под давлением идеологии и они не могут критически мусить. Но когда в какой-то спор или в какой-то дискуссии я подводил и говорил именно вот вот эту вот фразу, то тогда собеседение, которое даже было настроено очень негативно, в этот момент он задумывался и было понятно, что она работала. И даже с людьми, которые были довольно негативными для этой акции, когда они слышали, что это был его резонимент и его argument, что он пытался объяснить, что это может происходить. И они думали, что они думали, что они думали. То есть тогда стало понятно, что имеет смысл сделать ее еще более публичной, чтобы задать этот вопрос тогда всем? Да, тогда это окей. Только не было на публике. Сколько мы говорим, что тексты будут сликать в фольгбину деньги. И последним очень важным элементом было, когда уже буквально за несколько дней, возможно, дней за пять или за три дня до проведения акции, я случайно встретил на улице клирика. Клирикальный ресурс. И было очень важно, что этот человек, именно потому что это человек, то есть это не официальная церковь, но интересное отношение к этому, потому что все-таки церковь как бы позиционирует себя, так как пробовала себя позиционировать изначально еще в 90-е, как рефлексирующий аппарат. И это было интересно, что он думал, потому что он был частью церкви, и церковь пыталась позиционировать себя как думающий орган, в любом случае, в том числе, так что они имеют правительство. И было очень важно, есть что-то внутри человека, именно человеческое, то есть человеческое в том плане, что он может говорить, может ли он говорить от себя, или он пустой знак, то есть он болванка и агент идеологии, и не более того, то есть... Я думаю, что это интересно, если ты реагировал, а мне очень сильно, что ты делаешь проект идеологии. И я начал с ним разговаривать, достаточно вежливый. Я спросил, и я подвел все равно к этой вещи, и все, что он мне говорил на традиционном, он говорит, что то, что они сделали это плохо, их нужно наказать. Я говорил с ним, но его реакция была негативная, и то, что он писал, что он был абсолютно негативным, и я исполнил его. И когда я опять же сказал ему вот эту фразу, он не знал, что ответить, он замялся, и он оказался в ступоре, то есть это его блокировало. Но это текстуальное высказывание, и буквально за два дня до проведения акции я понял, что тут не хватает что-то, потому что без этого это рисковало просто превратиться в выступление с плакатом. Да, но это был только текст, и я подумал, окей, может, это был только текст, потому что это был только плакат. Нужно было показать ему, что происходит, и то, что происходит шов между двумя эпизодами историческими, то, что после этого... И так далее я сделал эту акцию, и сейчас я расскажу как интересно, почему акция становится политическим перформансом, что делает ее таковым? И так далее я говорю, что я сделал эту акцию, и я говорил о социальной матери, то есть я как... И было очень интересно, как само социальное тело старается взаимодействовать и блокировать то, что в нем происходит. То есть на тот момент какое-то инородное действие. И это было очень интересно, когда я испытывал, как мой личный тело реагировал на то, что я сделал с телом. И это было, по-моему, очень приятно, для того, чтобы кто-то сейчас. Первое, что начало происходить, меня пробовали убрать с помощью магических ритуалов. Вероятно, человек, который это делал, предполагал, что после его ритуалов я растворюсь в воздухе или что-то произойдет подобное. Да, я думаю, что он был так, но мы конечно не знали, что он был в этом. Но ничего такого не произошло. Человек растворился сам где-то. И тогда уже следующий человек, через какое-то время, это уже была попытка прервать действие каким-то физическим контактом. Такой человек был более физическим и оправдал этот четвертый плакат. Это было очень интересно, потому что человек, охранник этого клирикального учреждения, не смог порвать бумажные плакаты. Он был действительно один из моих руководителей. Он пытался сделать несколько раз. Он пытался сделать это несколько раз. Но в конце концов у него ничего не получилось и он тоже растворился где-то в толпе. А после этого следующего силы социального тела, который пытался как-то ответить на то, что происходит... Это были сотрудники полиции, но у них тоже ничего не получилось. Потому что их действие, в частности, заключалось в том, чтобы потребовать у меня документы. Но мы же понимаем, что идет некое действие и я не могу взаимодействовать с сотрудниками полиции или с кем-то. Потому что у меня, ну, я делаю перформансы... И они также оказываются бессильны, они не знают, что делать. И они начинают, соответственно, сторожить меня, охранять меня, видимо, от каких-то, ну, от чего-то еще. Да, когда я рюм то теньке, то все больше стоит присоединить на меня. О, это же каскадею. И следующее уже что... И следующее решение, которое пробуют найти, это, конечно, медицина. И следующее решение, это, конечно, первая помощь. И это первая помощь. И это первая помощь на риге. Да, после этого меня увезли в больницу. И мы купили в больницу. Чтобы провести применительное психиатрическое свидетельство. И в этот момент механизм власти должен был как раз дать ответ на моё действие. А именно диагностировать какое-то у меня психическое отклонение. И тут произошел сбой в механизме власти, потому что психиатр встал на мою сторону. Да. Да. Но потом, как сказать... Как сказать... Диагностировал не так. Потому что психиатр... Он был... Да. Он был... Фактически... Петр. Этот человек сказал, что он верит всё на себя. И она написала заключение, что я нормально. Таким образом, это конечно была победа. Потому что если бы меня на тот момент мне признали какое-то отклонение, шизофрение или что-то ещё не важно, то они могли бы этим купировать высказывания. Я знаю, что это важно для Петр. Это был инсайд, потому что это очень важно. Там были, например, шизофрения или нескольческие бюджеты. Таким образом, в этом политическом перформансе видно, как социальное тело взаимодействует и как оно делает этот перформанс, вступая в взаимодействие. Да, это было важно видеть... Это была реакция от всех людей. Это была часть перформанса. Это было важно видеть, как социальная группа реагирует на то, что происходит с медиа. Сейчас я расскажу о другой работе. Это акция называлась... Эта акция называлась... Это акция называлась... Душа. Я... Нужно повторяю... Это название... Это название... Это название... Душа... Это очень крупный... Но это больше... Да... Да... Ну, ты говоришь, например, что вы можете посмотреть, например, по-разумному снецом... Крис... или... Слергать... Кадавр! Слергать... Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что это. Я слагтикруб, по-моему, я могу сказать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы знаете, что вы говорите о том, что человек находится и в проволоке, но на самом деле люди общества, они есть также и в проволоке, потому что они вовлечены в эту систему отношений и должностных обязательств. Таким образом, сейчас я покажу, как начало создать строительство. Как участники этого перформанса начали делать это действие? Да, и в принципе можно было видеть на видеоролике, как начала выстраиваться сначала иерархическая цепочка сотрудников полиции. Вы можете посмотреть на видеоролика, как полиции были заданы, потому что они пришли в хирургическую цепочку. Которая начиналась, как ни странно, с рядового наркомана или гопника, который работал на улице, был не в шестерке. Да. Да. Прежде всего, это еще политикан, но она самовыгает в политике. Мясо он был, может быть, наркоман или... Но она любит. Начав действовать, эти люди начали эксплицировать вот эту метафору, вот эту пробовую. Но почему никто не хотел, чтобы они не были конкретно сэкспликацией, что они смогли делать это действие? Никто не понимал от ниже стоящих и к каким-то уже вышестоящим чинам, что им нужно с этим конкретно делать. Каждый звонил другому, и достаточно большое количество людей, и вы видели в видеоролике, что зачем-то даже приехала группа захвата в касках, как будто там совершается теракт. Это было очень невероятно, если я не мог сделать это. Никто из них. Много людей, которые были специалисты, которые были специалисты, и специалисты, и специалисты, и помощь. Это было действительно удовлетворено. Потом на задание законодательного собрания вынесли какой-то колор, или тряпку, и накрыли меня. Но они сами создали дальнейшую проблему себе, потому что все это цепляло из-за пробок, и только мешало им каким-то образом, каким-то образом меня даже достать от. Да, я впервые пришла с тэппом, на деке Пётр и Пётера, и с тэппом. Но тогда они думали, что это будет гораздо более сложнее для того, чтобы ограничить отгон, что они должны делать это. Они были основными действующими лицами этой работы, потому что они разрезали проблему, они накидывали тряпку, снимали ее, она путалась, они путались тоже в этой проблему. Да, они были на самом деле активной деятельности. В первую тэппе, в первую тэппе, в интервью, и с тэппе, и с тэппом. И очень важным моментом было во всем этом, то, что в конечном итоге, они закончили вот это вот действие в этом месте. Например, видно, как они уже разрезали проблему, и с тэппе, и с тэппом. Да. Вот здесь вы видите, что они хотели, в обе человека, в парадный вход в здание правительного собрания, здание мэрии, хотя даже чиновники входят слева, из бокового входа. И он был фольген в ловгивание форсамельного хора, и это было несколько раз, которые не использовались для тех, кто сидит в хоре. Но они продолжали меня внизу, но они не знали, они продолжали не знать, что с этим делать, они продолжали звонить кому-то, но они продолжали звонить. Но я не знал, что они продолжали делать. Они не знали, что они не хотят, но они не знали, что они не были. И они не знали, что они не хотят. То есть, по большому счету, я не представлял ни для кого опасности. Я ни над кем не совершал никакое насилие, и они делали что-то только из-за должностных обязательств. То есть они вынуждали их стать пророком и делать что-то, и они не понимали, что они делают, что им нужно делать. Да, в галстопонте, это не боль, это не агрессивный ауксион от Петра. Но они чувствовали, что они должны делать что-то, но они не знали, что они должны делать. После этого они опять вызвали медицину. Да, после этого они опять вызвали медицину. Закрыли в карцере. После этого мне опять нужно было проходить психиатрическое освидетельствование. Потом я прошел еще несколько наркологических экспертиз. И вот здесь можно увидеть, что, опять же, социальное тело, которое я показываю и с которым я взаимодействую, и о котором я что-то рассказываю, каким образом оно старается найти ответ. То есть его ответ заключается в том, что нужно что-то определить, или какое-то психическое отклонение, или то, что я не трезвый был. То есть он пришел снова, в интеракции, в связи с социальным телом. И с другой стороны, они пытались сделать объяснение, о том, что Майкель Мишель пытался объяснить, что он пытался объяснить, что он был психиатрическим, что он использовал наркотические стопы, или алкоголь, или то, что он повернул. Или инкриминировать мне правонарушение, чем занялись потом сотрудники полиции, потому что меня, конечно, увезли потом в отделение и закрыли на сутки в казино, такими административными воздействиями. Да. И все были отзывы в полиции, и все сады в полиции, и они шлифырят и мах, и теперь я пытаюсь найти основное для того, что он будет. То есть все, что происходит, сходило со мной дальше, это экспликация этой работы, и она продолжалась вплоть до суда, который состоялся только через два с половиной месяца, и до этого был еще суд, во время которого судья дала отвод, потому что дело против меня фабриковалось. То есть люди пробовали выполнить какие-то обязательства, смысл, которых они не понимали, и поэтому видно было, что дело, они никак не могут найти какое-то слабое место, чтобы пробить и доказать неправомерность этого высказывания. И закончился этот перформанс уже судебным заседанием, уже, то есть сюда, последним человеком, который сюда включился, это уже была судья, которая, опять же, была вынуждена участвовать во всем этом, и она уже скорее, поскольку здесь очень важно только отметить, что здесь не было заказа политического сверху, потому что когда он идет, как в случае с акциями в России, которые проводили Авдей Тараганян, или Олег Маврамати, или акция Пусерайт, когда идет заказ сверху специальный, то ситуация, она создается, то есть то, что человека посадят, можно быть уверенным. И я просто хочу сказать, что это не было политического воли от топчера, чтобы сделать что-то, потому что, когда это происходит с Пусерайт, и Авдей Тараганян, и Авдей Тараганян, и Авдей Тараганян, когда он появился в виде, то это гарантирует, что вы получили правительство, что вы получили правительство, что вы получили правительство. Здесь не было заказа, вот этого специального сверху, поэтому процесс шел естественно. И он закончился судебным разбирательством, в конце которого судья признала, что правонарушения никакого нету, и сотрудниками полиции, которые пытались фабриковать дело, были предъявлены дисциплинарные решения. И это было действительно разъяснено, что правительство не было заказа, и политики сделали это дело, и они пытались сделать заказ, без ничего. И они действительно получили полицию. и политики. Таким образом, на примере двух этих работ, я просто хотел объяснить, что составляет политический перформанс. Тут не какое-то просто действие, тут все начинается с того, что дает толчок. По этому поводу, это два примера, которые показывают политический перформанс. Таким образом, это то, что начинается с этой перформансом, но это тоже интересно, и это то, что развитие себя в себе. Кто в нем задействован? Кто в нем создает? Кто его создает? Кто является, получается, в этот момент его действующим лицом и зрителем? Я думаю, что это очень интересно, что в Польк Десу Сепода он является Дельтайдем. А в Польк Десу Сепода он является Дельтайдем. Кто является его действующим лицом и зрителем? И таким образом получается, что все эти люди, помимо того, что они делают, но они вовлекаются, тем не менее, в этот процесс рефлексия. И это то, что люди, которые были дельтайдами от этой перформансы, они делают то, что их акция это также основная рефлексия. Потому что они с кафе и не шеют танкиганги. Или, или, или. Когда организуются мероприятия подобного рода, у нас никогда не включаются туда деньги. То есть все делается, очень важна именно идея и люди, которые помогают что-то делать, вплоть до фотографов. Потому что то, что мы видим, это, безусловно, работа фотографов. Никто не, я никому не плачу, у нас нет денег. Это очень важный момент. Это очень важный момент. то, что мы видим потом, публика, то, что мы видим люди, то, что мы видим адресат, он видит не только картинку, он видит все, что куда можно, вплоть, и самое важное, откуда это работа шла, что явилось толчком, и что именциировало. Это очень важно. И те, кто смотрит это, и рефликты, и думает о это, в то время. Они все виды, и виды, и виды, на то, что в этом году было явно, и как это было, и как это было сделано, и как это было сделано, и как это было сделано. Какой-то заказ или кто-то из вне, то это тоже будет присутствовать в этой работе и художник тогда не имеет права, он не может просто это скрыть, потому что тогда он будет обманывать кого-то, а если он начнет обманывать даже начиная с этого, то есть скрывать это и не взаимодействовать тогда с понятием заказа, то он будет обманывать себя и начнет обманывать адресатора. И второй очень важный момент, любые взаимоотношения заказа или включения денег, они купируют высказывание, оно теряет то, что в него заложено. Сейчас я расскажу немного о дискорсивном поле и контексте, с которым мы работали в России, потому что помимо практики, помимо политического перформанса необходима теория. Потому что сейчас, как правило, есть такая проблема, что и СМИ, и какие-то институции, они так или иначе взаимосвязаны с государством. И они или открыто и вольны, или невольно являются агентами, проводниками государственной идеологии. Сегодня мы находимся в медиа, в медиа-институциях, которые по этому поведутся макт-аппараты, и по этому поведутся идеологии. То есть или это делается, или это открыто финансируется государством, и тогда это про-кремлевское... Да, в медиа-институции, как бы, называются независимыми. Но на самом деле они, кажется, находятся в совершенно зависимом положении, потому что любое их неосторожное действие может легко повлечь закрытие институции. На самом деле вы не успеете говорить о том, что гар срой переведения от этих институций, Этими институциями руководят менеджеры, и, к сожалению, они думают больше всего о сохранении рабочего места, хорошей зарплаты, и, конечно, они сильно руководствуются тросустью. Таким образом, недостаточно акций, недостаточно прокурорных, необходимо еще работать над теорией, которые всегда идут после практики. И, таким образом, мы создали, с Оксаной Шалыгиной основали платформу, которая называлась как интернет-класса, который называется «Политическая пропаганда». Поэтому, с Оксаной Шалыгиной мы открыли платформу или интернет-портал, что называется «Политическая пропаганда». Прежде всего, название как раз и отсылает к системе двойных стандартов в государстве, потому что само искусство и проводники какой-то идеологии, они, как правило, прокрываются политичностью, а любую более-менее осознанную политическую позицию они называют пропагандой и стараются это, соответственно, каким-то образом фильтровать и как-то это исключить из поля. И мы начали с интернет-сайта, потому что, безусловно, это было сделать проще всего, это требовало наименьших вложений. Я обиделся в интернет-сайта, потому что от этого я инкласса трэнктически с вами нет, да? Значит, мы могли позволить себе быть наиболее максимально независимыми. И на сайте у нас было написано, это написано до сих пор, что одним из наших принципов является, что мы не сотрудничаем с государством и, соответственно, с его какими-то агентами, его идеологии. То есть мы не принимаем противоположки. Соответственно, оно важно, что у нас нет никакого контакта с государством и их агентами. Потому что ситуация на сегодняшний день такова, и это показывает уже опыт, что любое взаимодействие с государством, оно нейтрализует, оно производит политическую лоботомию, то есть оно начинает взаимодействовать так с процессом, что и с любым проектом, что проект теряет себя, и он уничтожается, или он грязнет в какой-то бюрократии. Тем более, как раз один из законов, который был принят, он был направлен на то, чтобы не помогать и, соответственно, не способствовать никакой лоботе. деятельности, значит, не финансировать от государства и пресекать ее. И с другой стороны, появилось такое выражение, то есть оно вернулось из Советского Союза как иностранный агент. То есть если человек взаимодействует с Западом или Восточной Европой, или с кем-то, его могут объявить иностранным агентом. То есть, в первую очередь, то есть финансирование от государства и организаций, которые были финансированы от государства и организаций. Агент, если вы думаете, что в Советской Федерации были негативные аспекты, то это вообще огромный курс спил. Но если человек решает сохранять независимость и не брать деньги от государства, если он взаимодействует с другими странами, то он становится иностранным агентом. То есть это не поднял. Да. И по другой стороне, я не знаю, что в Советской Федерации не нужно поддаваться на эти провокации и не нужно, в принципе, даже обращать внимание на то, что говорит государство. То есть это не поддаваться на эти провокации. И так далее, я бы сказал, что это очень бегло, потому что у меня нет времени. А каких-то еще мероприятиях, которые мы делали с проектом «Политическая пропаганда»? В частности, мы совершали интервенцию в государственные образовательные учреждения, в государственный художественный вуз. Мы провели небольшую махинацию и мы смогли организовать для студентов художественного вуза лекцию. Мы провели несколько видных трансгендеров активистов. Серые фиолетовые и Яна Ситникова. Серые фиолетовые и Яна Ситникова. Грой фиолетов или грой лилы. Где они в принципе рассказали студентам о активизме и о том, о каких-то возможных действиях и тоже мухарных ситуациях. Безусловно, был конфликт большой с администрацией, но не меньший конфликт был со самими студентами. Потому что как раз идеологическая пропаганда со стороны государства работает таким образом, что люди, когда поднимаются вопросы на эти темы, воспринимают это как оскорбление. И даже упоминание таких групп и таких акций, как действия «Буссерайт» или «Войны», это тоже воспринимается как оскорбление. Люди реагировали очень быстро, например, как оскорбление оскорблении, для которых зашел до конкретных ситуаций, как оскорблении с «буссерайт» или «Война». Таким образом, образовательная интервенция стала важным исследованием, каким образом это работает и как блокада и цензура работают на двух сторонах, на стороне адресата и со стороны представителей власти. Таким образом, это исследование, который показывает, как идеология и цензура работают на двух сторонах, между тем, кто говорит о аукционе «Реттемот» и «Мактрепрезентанты». Теперь у меня вопрос к залу. Вы были в соседнем помещении? Вы видели там видеоработы? Вы видели? Хорошо. Там была работа, которая называлась «Анонимный инционалист». Это работа, показывающая человек, который просто рассказывает об убийстве в обычной мирной жизни. Это было видео, фильм, который называется «Анонимный нацист», или «Анонимный маршмалист», «Анонимный маршмалист» и «Анонимный маршмалист». Этот человек рассказал о том, как они зарезали из-за ненависти человека. Его тело, оно само является объектом насилия. Он сам здесь изрезан. И он является как праведником, так как он принимает насилие. Он рассказывал передачи от книг, который древесит один человек, он был в оке «Анон». Но, как ты видел, он был в авиакцион. Он создал декой от ск selbst. и он скалил в несколько мест. Он ввел в себя, он ввел в себя, но он тоже объект для ввел. Это он в речке Кисе, а парадик, он вверх. Низамин был в области, и он был в области. И он был в области. Он был в одной группе, он был виноват, он был виноват, он был виноват. Он был виноват, он был виноват. Это достаточно частый... Можно мне еще 10 минут? Можно я спросить. Как это было? 10 минут? 10 минут. Только 10 минут. Окей. И вот, достаточно частый случай этот, он на самом деле говорит о большом контексте, о правом реванш, который происходит в России, и не только в России, и в Европе, на Западе и на Востоке тоже. Я думаю, что этот новый национальный социализм является реванш. Я могу рассказать, что по какой модели он осуществляется в России, как происходит подмена понятий. Может быть, это будет вам интересно, потому что это происходит в других странах тоже. Я могу рассказать о том, что Руслан, где есть феномен, где есть феномен, где есть феномен. 4 ноября в России проходит такое мероприятие, демонстрация, называется «Русский марш». Он собирает большое количество людей. И использует очень активно клерикальную риторику, то есть религию как раз. И на сегодняшний день как раз религия объединилась, и она является отчасти тоже проводником этой идеологии. И это интересно, потому что они наблюдают очень много религию в таких националистских семьях, где возникает связь между религией и ультра-национализмом и национал-социализмом. Таким образом складывается достаточно парадоксальная ситуация. Это какая-то парадоксальная ситуация. И в том, что он говорит о том, что «God с нами», «Гуд с нами». То есть за счет популизма они привлекают большое количество людей? Таким образом власть официально не позволяет, то есть она как бы не разрешает фашизм, но посредством церкви она его разрешает, потому что церковь взаимодействует и церковь является проводником этой идеологии. В результате, конечно, национализм и национализм и национализм, они разговаривают. Но в том, что церковь была привлеклась, это показывает какую-то коммуникацию между церковьем и церковьем. Среди церковь была очень теплая с государством. И происходят такие вещи, что, как видно из этой газеты, с 1942 года, вот этот заголовок надо. «Господи, не спошли Альфа, Питера, Россию для окончательной погоды». Какого-то года газета? Что это за газета? Это «Газета за Родину». Ты не понимаешь. Как было? Это заголовок. Да. Это авиация из 1942. И там написано, что «Гуд» сендил адекватную силу, чтобы умереться. То есть, во время войны, часть церковь, не вся церковь, но большая церковь, сотрудничала с фашизмом? Это не северская церковь, конечно. Это нет. Да. Это, конечно, не советская церковь. Это я реагировал. Но в данный момент, что фактически ортодоксская церковь, которая не была в Советском Союзе, была стыдой от Хитлера, и они думали, что они сделали хорошие работы для того, чтобы уничтожить коммунистские силы. А теперь церковь, она подменяет какие-то понятия, вот как видно на этих фотографиях, она накладывает свои смыслы, и она говорит о том, что она ставит себя как победителя. Но сегодня они пытались скрыть скрыть под второверненскрег и патриотские войны, и они пытались сказать, что они были частью сейра, и они были на правильной стороне. «Свечка» — это очень яркие, понятные символы церкви. «Таким образом церковь от лица мертвых пробует манипулировать живыми». Таким образом, Ширкин манипулировать модерную фольгу с бюджетом в дыре войны. Она занимает территорию, устанавливая крест-клит, как опознавательные метки, что на этой территории она ее заняла, и будет обостроено коллегиальное учреждение. И если, например, они овотайны в одном роде, то это первый курс, депутировать эту территорию в церкви. Она оставляет такую защиту ты сможешь читать? Угу. И он стоит в тексте о том, что это поминали солдаты которые умерли во второй войны во время войны. Никакой защиты в городе, естественно, церковь, никакого отношения нет. Конечно, в церкви не было это. это очень важно, каким образом через культ поклонение мертвому телу, каким образом через мертвое тело осуществляется контроль. Сейчас покажу некоторые изображения, каким образом это вообще representается. в церковь в церковь в церковь в церковь объявляет определенные русские сотрудники в церковь в церковь еще и в церковь много на битв 쪽 очень многое говорится, то есть это трансцендентные тела и от лица Бога, то есть Бог это тоже нечто трансцендентное, от лица которого можно говорить что угодно. Продолжение следует... И говорится, что все, что нужно делать, почему нужно делать какие-то действия, говорится, что это должно быть ради детей. Объекты поклонения церкви. И то, что я хотел закончить выступление, я хотел немного рассказать о таком человеке и очень важном явлении России есть такой человек, это писатель, исследователь, некрополист Анатолий Москвин. Это человек позволил себе освоить власть церкви на мертвых. Он пытался к конфронтации с церкви, он пытался разговорить против них. Он сказал, что они не имеют права, они не имеют права, они не имеют права, чтобы говорить о мертвых. Он взял за основу более древние религии, которые подразумевали общение с мертвыми, как будто с живыми. И он откапывал тела людей, выбирал из них тех, с кем ему удавалось вступить в какой-то личный контакт, то есть к тому он ощущал какую-то привязанность или какие-то отношения. Он убирал их, поселил себя дома, он общался с ними. Он убирал их, рассказывал им историю, он заботился о них. Таким образом он делал этих мертвых равными другим мертвым, от лица которых говорит церковь или идеология. Он считал, что он общался с мертвыми другими людьми и государствами. По данному мнению он сказал, что он предусматривает, что в Верховном Союзе есть первое право или первое право для коммунициации. И вопрос, которым я хотел бы закончить, почему действия одних людей мы называем искусством, и мы говорим много об этом, нам это нравится, мы об этом обсуждаем, а действия других людей, как это случилось с Анатолием Мостряным, его держат на принудительном лечении в психиатрической клинике. То есть это был человек, который знал 13 языков. В данный момент он получает огромное количество таблеток, и он уже практически стал быть человеком. И в сегодняшний момент он получил все медицинеры, и он потерял эту функцию, и он может быть как человеком. Фотография, которую вы сейчас видите, это Тереза Марголес. Это очень важная мексиканская художница. Она получала множество призов, она представляла Мексику на ленецианской виеннале. Она работает так же с мертвыми телами, как с объектами. Но по всей видимости, из-за того, что она пошла немножко через институциональным путем, с ней не случилось то, что происходит с Анатолием Мостряным. Да, она работает с очень институциональным путем. Я хотел закончить вопросом, почему мы что-то позволяем себе называть искусством, а что-то мы называем преступлением или неискусством или помешательством. Да, и ответом от меня, почему мы называем искусством… что мы называем искусством? Что заставит нас принимать его искусством? И в Respondении и в том, что это искусство, это искусство, и это искусство? Это всё. И это я назвал это. АПЛОДИСМЕНТЫ